Таня еще не знала, но судді на той час уже вырешили переглянуть і питання участи Андрія по третьому турі. І пропустили хлопця у третій тур. Тепер йому лишилося виправдати довіру суддів і у нього це вийшло. Натомість Таня перенергувала і здивувала суддів не зовсім вдалим виступом. Настал третій тур. І третій тур, извині Таня, але був полним провалом. Таня перенергувала і здивувала суддів не зовсім вдалим. Натомість Таня перенергувала і здивувала суддів не зовсім вдалим. Таня перенергувала і здивувала суддів не зовсім вдалим. У вас есть способности. Я эти способности разглядел в вас, помните, мы с вами даже разговаривали, уже в первом туре. Но, видите, я терпеть не могу слабаков знать. И вот для того, чтобы вы опровергли наши опасения на ваш счет и доказали бы и нам, и еще многим людям, что вы настоящим мужчинам, что вы не просто способный человек. А целеустремленный и волевой человек. Мы решили вас на фабрику взять. Филилипов, он интересен тем, что он совершенно нестабилен. Он человек, который, собственно говоря, подвержен эмоциям. Он чрезвычайно, на мой взгляд, модный такой типаж. То есть человек слегка уставший от жизни, учитывая еще и то, что он самородок. У него красивый такой бархатистый тембр голоса. При этом он, безусловно, чрезвычайно симпатичен, не глуп, музыкален. Поэтому, собственно, набор этих качеств и привел его к нам на фабрику. Андрій и Таня поменялись местами. Теперь под вопросом была участь Тетяни у фабрицы зірок-3. Ты покорила нас на первом туре, в первую очередь, схожестью с известной актрисой. Наверное, второй тур – это была самая большая твоя победа. И это было особенно радостно, что кроме красивой внешности в тебе есть еще и трудолюбие. Что редко бывает у красивых девушек, да? Из тебя можно делать что-то. Я беру вас на фабрику. Таня Воржева – это девушка, в которой так гармонично сочетаются красота, ум, кокетливость и простота, что таким людям, мне кажется, собственно говоря, и нужно быть на сцене, в кинематографе и так далее. Нарешті позаду переживания и нервувания. И нарешті можно открыть деякие секреты проходжения кастлинги. Таня, например, жодного разу не выходила на сцену без своего талисмана – червоного сердечка. Это символ того, что я верю. Я верю в любовь. И верю в то, что действительно есть половинки, которые ищут друг друга. Я в это верю. Я обязательно его возьму в звезды дом. Никогда не ем. Это обязательно, точно. И, кстати, еще одного фабриканта будет маленькое сердечко. Татуровка на груди, тут Валерий, тут Меладзе. Мы напишем баланс, как и на Меладзе, и будем петь водой на том. Я готова расцеловать генерального продюсера. Здесь я его увижу, я ему цеплюсь в ногу, и буду выручать. Я талантливая. Я люблю генер. Я хочу. Нет, я торчу от рачи в Меладзе. Я ради фабрики готова все равно выставить мужиком. Да я ради фабрики готова 8 соток воротов покопать. Аж 5. Руляйте. Я прыгну с парашюта и покорю на раз. Ребята, берите меня. Пожалуйста, возьмите меня. Я буду делать все. Я не могу это творчество держать в себе. Я лучше. На первом туре вы были в купальнике. Сейчас вы тоже практически в купальнике, да? Если вас будут называть поющими трусами, вы не обидитесь? Нет. Не, ну, в общем-то, сейчас очень модно, чтобы белье просвещалось. Поэтому, в принципе, она очень модно и стильно одета. И у нас на сцене сейчас не такое сейчас увидишь на нашей эстраде. Не те инструменты используют для того, чтобы попасть в певческий проект. Как по мне, абсолютно те инструменты она использует, чтобы попасть в певческий контент. Но не факт, что у нее получится. Я ее знаю, как никто другой. Она у нас училась, потом она ушла. Сейчас учится сама в другом вузе и работает в группе «Арктика». Но это ничего не значит. Я же не реализована в группе. И девочка не особо, честно говоря, трудоспособная. Все время опаздывающая, постоянно не целеустремленная. Я работоспособная. У меня есть данные, у меня есть внешность, у меня есть голос. Бесспорно. То есть это не хвастовство, это так и есть на самом деле. Даже потому, как она пришла на фабрику, вообще группу подвела. Понимаете, они даже не в курсе, что она сюда пошла. У нас просто не идти отношения, спрашивают разрешение. То есть, я же говорю, Оля, изначально, когда она меня взяла, она мне сказала, что я готова к тому, что ты внезапно захочешь куда-то пойти. Люди дійшли в условку, что это право Костянтина Меладзе. Вирішити, че має значение участь Даши в другом музыкальном проекте. Та чи не завадить цей факт, дівчині далі боротись за место у зерковому будинку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова